Музыка У меня родители, они конным спортом занимаются, но они занимаются бегами, ездят на РСК в качалке. Моя старшая сестра, она непосредственно мой первый тренер, она меня посадила на маленьких лошадках, у нас раньше пауни-клуб был. По словам Ярослава, для участия в соревнованиях нужно не так уж много, только ежедневные тренировки и общение с лошадью. Кстати, в свои 20 лет она очень долго в седле, ведь впервые в соревнованиях она участвовала в 4 года. В 13 лет меня заметила мой тренер Ольга Анатольевна, вот взяла меня и, так скажем, тянет в большой спорт. Сначала, конечно, тяжело, это морально, потому что там первый старт и нервничаешь. Допустим, сейчас относится спокойно. И вот тяжело это, наверное, ну, лошадь же тоже нервничает, и на стартах очень тяжело найти какой-то с ней контакт. Лошадь, как и другие животные, имеет свой характер, который она любит проявлять. Кстати, станете ли вы друзьями, зависит не только от вас, но и от нее. У каждого спортсмена есть своя лошадь. Там же тоже подбирается, какой-то ты присиделся, какая-то тебе прям сразу подходит. С ними находишь общий язык, любишь их, и если лошадь не любишь, она не будет стараться для тебя. Ну, там на маршруте едешь, и, ну, все время есть такие моменты, когда ты ошибаешься. Если у тебя хорошее отношение с лошадью, она обязательно тебя выручит. Но помимо того, что нужно найти подход к лошади и сойти с ней характером, также очень важно просто иметь талант. Впрочем, по словам главного тренера, он у Ярославы есть. Немножко молодость ей мешает, так она способна, и из нее может получиться спортсмен, в общем-то, настоящий. И у нее должно все получиться. Был когда-то момент, когда я думал, что это просто увлечение. Сейчас у меня прям есть цель, чтобы мой тренер мной гордился, чтобы я попала в большой спорт, чтобы у нас там все хорошо получилось. Те, кто с детства с лошадьми, это очень тяжело. Я уходила не раз, и все равно обратно тянет, возвращаешься обратно. Это же вот такие милые создания. Невозможно их, мне кажется, бросить вообще никогда. Выбирая для себя или своего ребенка, конный спорт вы навсегда связываете свою жизнь с этими шикарными, грациозными животными. Анастасия Шишко, Андрей Лосигин, телеканал ЮТВ.